Девятнадцатилетняя Кристина Лавренец Жена военнослужащего и молодая мама Полтора года назад она познакомилась с будущим мужем Расписались влюбленные в мае 2017 года В ноябре на свет появился первенец Вот тогда Кристина и узнала, что ей положено новое пособие на ребенка Когда лежала в роддоме, ко мне пришел соцработник И рассказал, что если муж будет служить, он тогда еще не служил Если он будет служить, то подойти в соцзащиту, пособие получать И там все расскажут Кристина получила единовременную выплату в размере 2000 рублей И оформила ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 420 рублей В декабре прошлого года мужа призвали на срочную службу Новый статус позволяет Кристине рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату в размере 13 080 рублей Это хорошо, что государство помогает Что материально, когда находишься на службе, скажем так, на срочной То есть когда на контракте там попроще, там зарплата уже более-менее нормальная То есть когда ты срочник и у тебя есть семья, это как бы сложно В основном сейчас трачу деньги на питание, на подгузники И так, игрушки, погремушки, всякое такое Ну, тысячи пять на ребенка в месяц точно уходит Даже больше Ну, больше пяти тысяч выходит Еще и съемную квартиру надо оплачивать Кристина не бросает учебу в МГТУ Она выбрала профессию логопеда Будет работать с детьми Когда мама на лекциях с трехмесячным Владиком сидят бабушка или прабабушка Кристина знает о мерах социальной поддержки на второго ребенка И надеется, что он обязательно появится Только не очень скоро Конечно, планы есть, но это лет через семь примерно Когда уже будет свое жилье Когда подрастет ребенок Пойдет в школу, тогда уже может быть и второй будет Продолжение следует...